Очень понятно даже, то что он сказал, хотя он был мусульманином, не православным был, но было очень понятно, очень было схоже с моей историей. Он рассказал такую историю мне. Однажды, говорит, когда уже боль была нестерпима, вот его тело просто разлагалось, значит, фактически, вот и он очень жестоко страдал. И вы знаете, он однажды на колени, но не просто намаз совершить обычный, он сказал своими словами такие слова, Иисус или Исаун, говорит, Иисус, если ты не просто один из пророков, если ты нечто большее, чем просто пророк, помоги мне. Вот пример молился. И он представил себе вдруг картину такую, что Иисус это не просто один из путей, не просто один из посланников Всевышнего, как вот в их религии его учили, и как он учил других людей, а что Иисус это уникальный и шипут, как его друг говорил, как в Библии было сказано, что Иисус есть путь истинной жизни, и никто не приходит к Богу, а только лишь через Него. Этот мусульманский священник представил себе эту картину, и вы знаете, что, друзья, Бог совершил чудо в его жизни. Он исцелился. Ушли страшные заболевания, там кости, там плоти его болезни, там и диабеты, много других заболеваний. И все это ушло. Некоторые болезни ушли в одночасье, другие вот очень в скором времени стали уходить, одна за другой. Он был сам в шоке. Он таил свое христианство, он боялся обнаружить свое христианство перед всеми друзьями своими. И, друзья мои, но однажды он перед выбором встал, либо ему открыто услышание сказать о Христе, либо отречься. Однажды его система поставила его перед выбором. Это очень знакомо мне было тоже. Очень знакомо, да более знакомо. И я прекрасно понимаю этого брата. И он сказал такую вещь из Библии. Вспомнилось ему. Он тайно изучал Евангелие, Новый Завет. И вы знаете, вспомнилось ему слова Иисуса. Кто перед людьми от меня отречется, от того я отрекусь. Но кто перед людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом, пред ангелами. И однажды он пересилил себя, переступил через свою гордость, через свои убеждения, через то, что многие друзья будут плохо о нем говорить после этого. И он назвал Иисуса Господом своим, спасителем, присутствием многих-многих людей. Да, его жизнь подвергалась многим опасностям после этого. В его системе его не могли простить. Мне это тоже было очень знакомо, да более знакомо. И, друзья мои, сегодня он проповедник Евангелия Иисуса Христа. И он говорит многим братьям, он рассказывает многим людям, что сделал Иисус в его жизни. Друзья мои, и я верю на примере вот этого мусульманского священника бывшего, отчего Христа, также однажды снова влюбится в Иисуса и осознает, что нет ни в ком другом спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Что лишь единый путь есть, это сам Иисус Христос. И есть один путь, есть одна истина, и это истина вы, друзья мои. И мимо этого никак не пройдешь. Однажды христианство будет перед выбором. И те христиане, что исповедуют Иисуса Господом, это не верно. Но те, что отвергнутся, это уже блудница. Друзья мои, и однажды в Киеве, там в одном из соборов, я пришел, но я пришел не просто, я шел посмотреть, некоторые книги хотел купить, значит, и вообще помолиться. Я заходил в храм не просто, я не поклоняюсь перед мощами или же перед иконами. Я просто зашел, значит, и просто помолился Богу за этих людей, чтобы в этом храме Евангелия проповедовалась. Про себя так вот я не внутри помолился. И одна понашла женщина, она в том храме как бы, ну, как ашеры, да, как назвать это. И, значит, и она говорит, батюшка, вот, она видела на священника, я был в черном подряснике, с крестом на груди, видит, ну, наверное, священник, она традиционный, значит, и она говорит, вот, батюшка, пожалуйста, пройдите, у нас здесь рука такой-то святой, там, нога такого-то святого, там, что-то еще. Я говорю, нет, спасибо. И ответил, не так, как в системе отвечают, в этой религиозной. Она была шокирована, батюшка, так не говорят батюшки. Нет, а у нас там такой-то святой лежит, там такая-то святая. Я говорю, нет, я не молюсь святым. Она была в шоке, конечно. Я ей стал рассказывать, ну, не то, что громко, так, ну, так. Стал рассказывать о том, как я раньше молился святым, теперь я не молюсь святым. Я молюсь единому святому, что для меня единственный святой это Господь Иисус Христос на самом деле во славу Бога Отца. И она очень сильно удивлилась, конечно. Она первый раз в жизни видела священника православного, который молится Господу, а не кому-то из святых. Подошла другая женщина, третья, они все там занимались, они там приборку делали, свечи там переставляли и так далее. Они окружили меня, эти бабушки. Хорошо, батюшки не было в храме, а то, может, меня поколотили бы там. И они стали расспрашивать, а батюшка, а как это, а как то? Одна говорит, вот вы говорите, нам все понятно, а почему наш батюшка объясняет, ничего не понятно, говорит. Или через раз как бы понятно. А я говорю, а вы спросите вашего батюшку, почему он так вам объясняет. И одна удивилась очень сильно, конечно, другая из подошедших, что я мощами поклоняюсь, я говорю, нет, я подражаю жизни этих святых, но я не поклоняюсь их останкам. А почему? Я объяснил, что в Божьем слове нет этого, что это противно Божьему слову. Как? Она очень сильно удивилась, конечно, а потом говорит, батюшка, ваша вера какая-то слишком упрощенная какая-то. Да, говорю. Ну, я объяснил, как мог, конечно, по Евангелию, что это не упрощенная вера, а что-то есть как раз вера христианская. Но я понял еще одну вещь, что на самом деле гибнет народ из-за недостатка ведения. Просто-напросто из-за невежества. Так и сказано у пророка Осии, невежественный народ гибнет. Невежественный народ гибнет. Друзья мои, многобожие, а именно обращение к разным святым, это есть тоже многобожие, тоже под христианским соусом как бы. И вот многобожие, оно никогда не было благословением и не может быть благословением. Это есть как раз пример дезориентации христианства современного. На самом-то деле, настоящее христианство – это сам Господь Иисус Христос. И христианин, который молится, кроме Господа, кому-то еще, просит милости кого-то еще, он тем самым выказывает, я уже назвал это, просто-напросто свое недоверие Богу. Второе, он показывает свое невежество. А это невежество, это как просто, ну, какая-то грязь, привлекает болезни духовные всевозможные, бесов определенные, которые контролируют человека. И люди, молясь, многим святым, прося их о помощи, не могут понять того, что эти могут помочь. Что даже если они все соберутся, эти святые, они не смогут помочь даже одному человеку, грешнику. Но есть единый святой, который может помочь всем и каждому. И реально помогает. И даже люди, порой мне говорят такие вещи, и вам, наверное, говорят такие вещи. Вот мне по жизни помогает, допустим, говорят, Николай Угодник, или Матерь Божья. Говорят такое, да? Мне тоже много, очень часто говорят такое. Мне там по жизни помогает Сарахим Саровский, или Сергий Радонежский, или кто-то еще. Я слушаю этих людей, каждый раз, конечно, возмущаюсь духом внутри, но я говорю каждый раз следующее, что воздайте славу Богу. Потому что от Него всякое даяние благое и дар совершенный. От Него люди просто не понимают, что Бог, видя их истинность, молитву, Он отвечает не благодаря их молитвам святым, а вопреки. Но в невежестве человек он не понимает, и он благодарит этого святого, которому он помолился, а не чтобы поблагодарить того, кто ответил. Того, кто дал Ему благо, не чтобы подняться еще повыше. Вы знаете, Василий Великий, один из проповедников христианства четвертого столетия, он говорил однажды, что христиане, они как птицы. Но есть птицы, орлы, которые летают высоко, а есть курицы, которые вроде как птицы, тоже крыльями машут, но она не может подняться. И вот он на таком примере сравнил духовное христианство и плоткое христианство. Плоткое христианство, это курица, которая вроде как птица, машет крыльями, все. Орлом себе, может, представляет. Но это не орел. Орел, гриль. Я такого не встречал еще. Да, судьба этих орлов, она такая, в гриле где-нибудь. Но вы знаете, что, друзья мои, значит, на самом деле, вот Бог нас призвал поднять крылья, как орлы. Да? У Исаии, помните, сказано, да? Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это кто? О ком говорится? О тех, кто надеется на Господа. Предстоящие, буквально в переводе северита, предстоящие перед Богом, предстоящие перед, или же молящиеся, общающиеся с Богом, можно так перевести. Они обновятся в силах. Не перед кем-то из святых, не перед кем, не в своей деноминации они обновятся, а перед Богом обновятся на самом деле. Больше не перед кем, абсолютно. Слава Иисусу! И, друзья мои, однажды такая религиозная пелена спала с моих глаз, и мне стало страшно. Я подумал, а ведь множество людей не понимает этого. Думают, надо же, что, умнее всех, что ли? Я стал интересоваться в истории церкви, как все было. Мне интересно было, как вот это многобожие, оно пришло в жизнь моей деноминации, притом так сильно укоренилось, что теперь, как бы, даже вроде без этого не мыслится вообще православие. И даже для большинства православных православие ассоциируется с чем? Это иконы, это кресты, это крестные знамения, это, значит, там, и это, что еще? Молитва святым, уже названная, да? Что-то еще? Молитва за упокой, совершенно верно. Друзья мои, да, храм, красивый храм, красивый обряд, батюшка, значит, там, значит, там, как петух амбургский, значит, там. Все красиво, все путем. Но вы знаете, что, друзья мои, извиняюсь, может быть, за резкость, но это как в семинарском анекдоте. Бабушки разговаривают, одна бабушка другой говорит, Маня, представляешь, нам, говорит, новую батюшку прислали. Молодой, красивый, поет, службу правит вообще, даже верующий, говорит. И вот порой то, с чем ассоциируется православие, я говорю людям, а вы знаете, что, по-настоящему, это не православие, это кривославие. Потому что православие, вы знаете, православие, это как раз правильно славить Бога. Православие, а как правильно славить Бога? Ну, уж православнее, Иисусу, думаю, никого не можно, нельзя представить себе. Вот, значит, и сам Иисус, Иоанна 4, 25-24, говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны подгоняться как? В Духе и истине. В Духе и в истине. И, друзья мои, я говорю, что вот мы часто ругаем, я вот раньше тоже часто там, допустим, ругал там баптистов, писядников, значит, адвентистов, ну, всех, кто не православный, я всех ругал вообще-то раньше. И, и вы знаете, что, и даже однажды там, значит, печатала статьи в газете местной, и в своей газете печатала тогда статьи церковной против протестантов. И даже такое приложение, такое бесплатное, такое было в нашей газете. Осторожно, протестанты. Как бы, ну, там, чума, холера, там, там, ахтунг, ахтунг, да. А побудила меня к этому, знаете, одна история. Вот, я приехал в райцентр, тогда я просто в селе служил, был простым сельским батюшкой.